Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Привет, и сегодня мы обсудим радостную новость, которую написала компания Blizzard довольно-таки недавно. Радостная новость связана с высокоуровневыми проводничками. Тот, кто хочет получать максимум от игры, будет реально рад. Но давайте вообще рассмотрим в целом эту систему, потому что вдруг кто-то не играл в Shadowlands и не в курсе, о чем сейчас пойдет речь. Проводнички вставляются в особую ветку талантов у наших медиумов. Имеется три разных медиума, у которых три разных ветки талантов. Проводнички делятся на три типа – выносливость, точность, сила. У разного медиума их разное количество, ну так как ветки просто-напросто разные. И само собой у каждого проводничка есть item level – 226, 239, 252. Чем выше уровень предмета у проводничка, тем лучше его эффективность, тем больше процентов спринта, например, мы получаем с проводничка быстрый ветер. Это, конечно же, не может не радовать, и где-то какой-то процент скорости передвижения спасет нам жизнь. Так вот, радостная новость связана с тем, что теперь при активации каких-либо апгрейдов для наших проводничков, будь то осколок силы смерти, будь то полумесяц, который мы дропаем с рарников кортия, в общем, эти предметы теперь будут апать те проводники, которые подходят для нашей специализации. Как выглядит ситуация сейчас? Мы находим улучшения для одного из проводников с самым низким уровнем среди тех, что у вас есть. То есть я, например, играя в специализации «Нечестивость», могу на рандоме просто апать эти проводники для там блада, для фроста, и мне это реально ни к чему. Я хочу получать апгрейды проводничков на свою специализацию. Что делает компания Blizzard со среды, с 18 числа? В тот момент, когда мы будем юзать осколок силы смерти или полумесяц, мы будем находить улучшения для одного из проводников с самым низким уровнем среди тех, что у вас есть, для нашей специализации. То есть нам нужно не просто поставить добычу для специализации, например, в той, в которой мы хотим лутать нужные проводнички, а нам нужно еще и спекнуться в эту специализацию. Учтите это, потому что вдруг вы потеряете на этом валюту. Все-таки должен я что-то интересное сказануть. Так вот, то есть теперь все будет более как-то стабильнее и более гарантированно мы будем получать апгрейды для наших проводничков. Это, конечно же, не может не радовать, потому что осколки силы смерти мало того, что требуют прокачанную репутацию с кодексом архивариуса на максимум, так еще и нужно валюты потратить. Исследование каталога — 3000 валюты. А как бы не каждый человек может себе позволить фармить кортию и получать эту валюту. Теперь мы потратим просто-напросто намного меньше этих бумажек, этой валюты для того, чтобы апнуть нужные нам проводнички. Так как я изначально считал, 44 апгрейда для 22 проводничков нужно найти при условии, если мы хотим апать проводнички, с 226-го до 252-го. И это на ДК, у которого три специализации. А, например, друиды, да, у них вообще четыре специализации. Они будут больше всех рады этому апгрейду, этому исправлению. По факту это должны были сделать еще в первом сезоне, но сделали только сейчас, во втором сезоне, спустя месяц. Хотя уже как две недели люди прокачали репутацию с кодексом архивариуса, люди уже посещают адамантовые хранилища. Такое внушительное время. И только сейчас решили исправить эти осколки силы смерти и полумесяца. Так что, окей, хорошо, с 18-го числа мы будем гарантированно апать нужные нам проводнички. И это, конечно же, не может не радовать. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!